Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу поговорить с вами о новинке, которая появилась в каталогах Faberlic. И это средство предназначено по уходу за лицом. Из той информации, которая была предоставлена в каталоге, у меня не было четкого понимания, что это за средство и что оно должно делать с моим лицом. Интерес взял свое и я все-таки заказала эту штучку. Это СОС средство очищающая пудра для лица. У меня уже был опыт использования пудровых средств, которые направлены на очищение за лицом. И одно средство было, которое для умывания, а второе средство, которое шло для глубокого очищения. Я вам покажу, что это за средство. Первое это пудра для умывания от фирмы FUNKEL. Это японская косметика. Это просто невероятно классная вещь. Она пенится как облачко. Она очень мягкое очищение дает. И просто потрясающие средства для умывания лица. Особенно если у вас чувствительная кожа, если вы не хотите ее пересушивать. Просто вау! И второе средство, которое идет в пудровой форме для очищения лица, это пудра Сорбет Пилинг от фирмы Мира. Я о ней вам тысячу и один раз рассказывала. Это средство тысячу раз лучше скраба для лица. Она работает по эффекту скатки. Но если у Фабреллик идет скатка, которая гелевая, она мало что делает с лицом, то это дает очень и очень хорошее очищение лица. Тысячу раз лучше, чем если бы это делал скраб. И это средство у меня есть постоянно в уходе за лицом. Если же говорить о данной СОС пудре для умывания, что говорится о ней в каталоге? В каталоге достаточно мало информации рассказывается, сочетаю. Пудра для умывания сочетает в себе глубокое очищение и увлажнение кожи, подход для чувствительной кожи. Солициловой кислотой, активным комплексом Амисофт, Алантеином, Алоэ Перо и экстрактом лимона. И на этом все. Это пудра, которой можно заменить гель для умывания. Это средство, которое нужно применять несколько раз в неделю. Информация в каталоге умалчивается. На сайте также информации было не больше. И мой интерес взял свою, и я заказала эту пудру. Пришла она в вот такой упаковке. Упаковка довольно-таки странная, потому что она не закрывается. Вверху крышечка состоит из трех частей. Две таких маленьких и одна побольше. Если это все закрыть, то получается такая вот тут дырочка. И это все не держится. То есть средство может легко выпадать из этой коробки. На коробке описание чуть больше, что же нужно делать с этим средством. Способ применения. Небольшое количество пудры смешайте на влажные ладони. Затем нанесите массажными движениями на лицо. Взбегая области вокруг глаз, тщательно смойте. Используя холодную воду утром и теплую воду в вечернее время. Использовать нужно 3-4 раза в неделю. Еще одно описание этого средства. Пудра для умывания на основе салициловой кислоты и экстракта алоэ вера сочетает в себе глубокое очищение и увлажнение кожи. Салициловая кислота подсушивает воспаление и предотвращает возникновение угревой сыпи. Обладает антибактериальным эффектом. Активный комплекс. Амисофт уменьшает появление угрей и причей на лице. Улучшает выработку коллагена. Алантеин способствует удалению поврежденных тканей и мертвых клеток. Алоэ вера питает кожу и защищает от пересушивания. Экстракт лимона обладает тонизирующими и стимулирующими свойствами. Повышает скорость обновления клеток. Не сужит кожу. Подходит для чувствительной кожи лица. Средство особенно эффективное в сочетании с продуктами серии Эксперт Фарма Антиакне. Из практики, что могу сказать? Что напомнило мне это средство? С чем я могу его сравнить? Складывается ощущение, будто ты умываешься банальным мылом стиральным. Будто ты умываешь свое лицо именно стиральным мылом, таким коричневым, таким вот ядреным. Я понимаю, что это средство, если его нужно применять 3-4 раза в неделю, то, скорее всего, будет убирать черные точки, очищать за счет салициловой кислоты, за счет того, что хорошо проникает в поры, хорошо очищает, так вот, до скрипа. Будет предотвращать таким образом появление прыщей, потому что будут хорошо прочищаться поры. И для профилактики, в качестве профилактики, для того, чтобы у подростков проходили воспаление прыщики, это как раз то, что нужно. Это такой промежуточный уход, которым можно заменить какой-то скрабик, какую-то очищающую маску, но это не средство для умывания на каждый день, и это не средство, при помощи которого вы, как скрабом, будете очищать ваши поры, удалять омертвевшие клетки. По крайней мере, из трех применений, которые делала я, у меня сложилось такое впечатление. Возможно, если я буду пользоваться им гораздо дольше, мое мнение изменится об этом продукте. Я не уверена, что его хватит надолго, потому что на ладошку я высыпаю где-то, ну так, чтобы умыться. Нужно где-то, наверное, до 3 чайной ложки. Тут всего 10 грамм продукта. Мне интересно, кто пользовался уже этим продуктом, какие ваши впечатления. Если кто-то знает больше информации об этом средстве, то делитесь, будем обсуждать. Ну что ж, надеюсь, что это видео было для вас полезным. На этом я с вами прощаюсь. Скоро увидимся в новых видео. На этом все. Всем пока!